Ну что ж, пойдем дальше. Вкалывают роботы. Эта секция навеяна постоянными разговорами о том, что искусственный интеллект все чаще будет участвовать в процессах деятельности компании. Что то там, то там нам указывают на роботов или на тех персонажей, которые могут коммуницировать с клиентами. И мы решили, что пора и нам заняться этим сегментом. И вообще в современном ритме нам с вами зачастую просто не хватает времени быстро поставить задачу себе или коллеге, занести контакт в СРМ, назначить встречу, правильно распределить встречи. У руководителя обычно для этих целей есть свой личный помощник. А как же обычным сотрудникам? Для обычных сотрудников каждому помощника будет довольно сложно представить. Только если он виртуальный. Мы начинаем разработку виртуального помощника, который должен помочь автоматизировать те или иные рутинные процессы, чтобы легко было поставить задачи, чтобы можно было выполнить какие-то цели. И вот, собственно, у нас даже сформировалась концепция личного виртуального помощника. Для каждого сотрудника. Для каждого сотрудника. Какие цели мы для него поставили? Мы хотели, чтобы этот виртуальный помощник, во-первых, помогал осваивать Bittrex 24, быстро находил ответы на ваши вопросы, подсказывал вам, какими инструментами в Bittrex 24 пользоваться, какие рекомендовал новые инструменты. И, конечно же, в дальнейшем, чтобы он выполнял ваши команды, ставил задачи, назначал встречи, добавлял данные в СРМ. Рассказывал о том, какое место вы заняли в рейдинге, в пульсе компании, что, может быть, вам нужно чаще лайкать своих коллег, они в этом нуждаются. На самом деле появился виртуальный персонаж. Первоначально мы планируем общаться с ним текстом, но потихоньку будем развивать и голосовые коммуникации, и голосовые функции. Вот в этот момент мы должны были пригласить Игоря Ашманова на сцену, потому что этот проект мы затеяли вместе с компанией «Наносемантика». Но так как Игоря нет, мы попробуем кратко рассказать, в чем, собственно, суть этого проекта. Существуют технологии искусственного интеллекта, которые строятся на обучении виртуальных персонажей определенным стилем и форматом коммуникации. И вот этот формат обучения, как коллеги называют, обучение лингвистам, строится на реальном практическом опыте. Я думал, Игорь пришел. Компания «Наносемантика» специализируется на разработке целого блока технологий, построенных на лингвистических коммуникациях вместе с клиентом. Возможно, нам еще удастся подробнее рассказать о том, как работает компания. Мы считаем, что любопытный проект. Давай немного расскажем и представим, собственно, персонажа. Кстати, его очень тяжело было назвать. Это была действительно сложная задача придумать имя для персонажа. Итак, мы представляем вам. Встречайте, ваш персональный помощник – это Марта. Она помогает вам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Она не устает. Она будет вам отвечать на вопросы по Bittrex 24 и выполнять вот эти все самые рутинные операции за вас. А еще с ней можно просто поразговаривать. Кстати, вот это вот можно просто поразговаривать. Вы знаете, мы иногда проводим эксперименты на людях. В нескольких компаниях мы включали уже этот персонаж. Это было ошибкой. Потому что компания на первый час была парализована. Все общались с этим виртуальным персонажем. Посмотрите, как иногда это происходит. Она первая напишет вам. Она скажет вам то, что она, скорее всего, о вас думает. Ну или, по крайней мере, представится. Она объяснит, почему ее зовут Марта. Она ответит, сколько тебе лет. Самый частый вопрос – сколько тебе лет? Ну так устроены мы. И ей 24 года. Ни больше, ни меньше. Ну, конечно, ее хочется спросить, что-нибудь по Bittrex 24. Ну, это Наталья, на самом деле. Мужчины спрашивают обычно, чем ты занимаешься сегодня вечером. Ну, она знает даже такой каверзный ответ на вопрос, что такое элит. Очень актуально. Это самый частый вопрос, который звучит. Ну, вот смотрите, они обсуждают тут нашего синего клаудмена. По-моему, они в заговор вступают. Строим коварные планы. У них конкуренция. Марта не очень долюбливает синего человека. И будет помогать, скорее всего, избавляться от него. Вот так выглядит персонаж, который мы хотели бы вам представить. И теперь важно понять, когда же он начнет вам помогать. Я уверен, что он начнет вам помогать. Так как нам нужно его все-таки обучить, пока у него довольно общие еще знания, мы запускаем его в пробном списке компаний. В день мы будем подключать, наверное, десяток, может быть, сотню компаний, у которых персонаж будет появляться. И наши специалисты, и специалисты наносемантики будут в это время заниматься обучением. О, Игорь, мы как раз только про тебя рассказывали. Может, еще не поздно, ты нам несколько слов скажешь? Скажу, да. Если мы дадим тебе подышать. Или уже не будем? Нет, нет, я прошел, я расскажу. Хорошо, тогда несколько слов, и я приглашу Игоря выступить. Итак, мы планируем, что сегодня вечером этот персонаж, наш виртуальный помощник, начнет появляться в первых десятках, сотнях компаний, с которыми он начнет знакомиться, и которые начнут знакомиться с ним. И наши специалисты, и сотрудники, лингвисты компании наносемантики будут анализировать эти диалоги и обучать Марту. Обучать ее, во-первых, общим диалогом до конца, так, чтобы она подходила вам по характеру. Во-вторых, они будут обучать ее знаниям, которые есть в поддержке 24, в подсказке, терминологии и другим вещам. Мы планируем этот процесс завершить в течение этого месяца. И к завершению марта, в конце марта, марта должна появиться во всех BITREX24.